Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы разбираемся с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим о теме, которая едва ли оставит хоть кого-нибудь равнодушным. В Одинцовском районе, по крайней мере, речь пойдет об экологии, об экологических акциях, которые у нас проходят. И поговорим мы об этом с людьми, которые непосредственно отвечают за данные мероприятия. Сегодня у нас в гостях комиссия по экологии, землепользованию и природопользованию. Ее председатель Сергей Викторович Сармин. Здравствуйте. Добрый вечер. А также Наталья Николаевна Афиногенова, заместитель председателя данной комиссии. Здравствуйте. Добрый вечер. Наталья Николаевна, Сергей Викторович, благодарю, что вы к нам сегодня приехали. Действительно, экология – это вопрос, который, наверное, мало кого у нас оставляет равнодушным в районе, особенно после нашествия жука-краеда, когда у нас люди вдруг поняли, что леса уязвимы, что всего этого многообразия зелени вокруг нас внезапно может в какой-то момент не стать. Поэтому, конечно, первый мой вопрос – как у нас, в принципе, сейчас ситуация с экологией в районе? Какие моменты, по-вашему, на какие моменты стоит обратить наибольшее внимание, с чем стоит работать? Ну, проблем меньше не становится, и экология связана не только с лесами, с жуком-краедом, а и с другими моментами. И вообще, экология – это все, что нас ожидает в будущем. Если сейчас об этом не заботиться, то в будущем можем получить не совсем красивый наш мир. Проблемы эти связаны не только, конечно, с лесом, это и загрязнение бытовыми отходами, строительным мусором, которые несознательные граждане, организации, скорее всего, сваливают в каких-то несанкционированных местах. Также это и различные утечки канализаций, сливы всевозможные, которые, незаконные сбросы происходят, и как в водоемы, так и просто-напросто в окружающую среду, в поле, в различные каналы. То есть, достаточно много всяких таких моментов, которые нужно отрабатывать, смотреть. Получаем обращение от граждан, сознательных граждан, которые видят это, обращаются к нам. В дальнейшем мы, конечно же, отрабатываем эти моменты. Ну, я думаю, не лишним будет напомнить, уважаемые телезрители, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 508-86-84. Если у вас имеются какие-либо вопросы к общественной палате Одинцовского района, звоните. Наши операторы примут вашу заявку, в любом случае, даже если она не имеет отношения к теме сегодняшнего эфира. А сегодня, напомню, мы обсуждаем экологию и экологические акции в районе. Ну что же, действительно, экологическая акция, это, наверное, думаю, вы согласитесь, один из таких наиболее проверенных временем инструментов общения между людьми, которые, в общем-то, продвигают заботу об экологии и, в общем, обычным нашим населением. Ну, скажите, в Одинцовском районе, в общем-то, всегда экологические акции были представлены в большинстве так своем. А что сейчас происходит? Да, конечно, тем более, что Одинцовский район, в отличие от остальных районов Московской области, отличается достаточно высокой частотой экологии. Поэтому нужно, конечно, сохранять и держать эту марку, сохранять данное нам природой богатства. Акции проходят, конечно же, различные, что позволяет очень хорошо для людей наглядно показать, что можно сделать, как можно поступить, какие действия можно принять для сохранения нашей природы. Основные, конечно же, акции, которые проходят весной, осенью, это посадка лесных культур, посадка леса, который проходит не только на территории Гослесфонда, но и также во всех муниципальных образованиях, то есть поселениях, где жители, все граждане принимают активное в этом участие. Также проводится уже не первый, скажем так, месяц занятия с подрастающим поколением, с детьми. Созданный клуб лес, экологический клуб. На сегодняшний день развивается очень хорошо, очень нравится детям, родителям, которые туда обращаются. А можно ли поподробнее, что это за клуб, чем ребятки занимаются? Дети приходят туда для того, чтобы понимать, как развивается наша природа, как происходят в ней различные жизненные процессы. Также поднимается вопрос о бережном отношении к отходам, точнее, не бережном отношении, а правильному отношению к отходам, чтобы сохранять эти ресурсы. Объясняется то, что мусор нужно не просто выкидывать, а стараться его собирать в раздельном виде, для того, чтобы перерабатывать, для сохранения энергоресурсов. То есть в данном случае мы говорим о серии каких-то лекций или экскурсий, или совместные какие-то варианты обучения? Да, раз в неделю проходят эти занятия. На сегодняшний день занятия в клубе разделены на две части, то есть это на младшую группу и старшую группу. Соответственно, и тематика у них разная, потому что то, что интересно немножко маленьким, то старшим, конечно, уже дается совершенно другая информация. Ну, все-таки, то есть, получается, речь о лекциях идет, да, а какие-то занятия на свежем воздухе, экскурсии тоже проводятся, правильно? Ну, на сегодняшний день уже немножко стало холодно, чтобы на улице, да. А в теплое время выходить в Лесе? В предыдущее время, да, все занятия проходили на территории будущего парка, это в Голицыно, будущего семейного парка, то есть в лесу. Сегодня это занятие проходит в Голицыно, в городской библиотеке. Там дети занимаются после лекции, делают своими руками какие-то поделки, ну, кроме того, что еще рисуют и лепят, также делают поделки из уже отработавших, допустим, лампочек, да, что могут сделать елочные игрушки. То, что мы привыкли выкидывать, дети понимают, что из этого можно что-то еще... Сделать даже что-то красивое. Красивое и полезное, да. Основная, конечно же, тема, которая последняя была, это пройденный эко-марафон, который проходил в нашем районе, он проходил по всей Московской области, где было задействовано 77 муниципальных образований. И прошел на очень высоком уровне. Уважаемые телезрители, напоминаю, наш телефон 508-86-84. Сегодня в наших гостях комиссия по экологии, землепользованию и природопользованию. Если у вас имеются какие-либо вопросы, вы имеете возможность позвонить и задать их, получить ответы в прямом эфире. Сергей Викторович, ну, получается, вот данный марафон, я так и не услышал, он первый раз проходит, правильно ли? Нет, первый раз. Не первый раз, да? Ну, какой у нас опыт, получается, по сравнению с прошлым годом? Ну, первый раз он проходил весной. Ну, на тот момент собиралась макулатура, то есть на девиз эко-марафон, отсыдай макулатуру, посади, спаси дерево. Вот, в первый раз собиралась только макулатура. Второй раз, который проходил с сентября по октябрь, также собирались батарейки, градусники, термометры, также собирались люминесцентные лампы, энергосберегающие лампы, ну и, соответственно, макулатура. И мы сейчас, давайте продолжим эту тему, а сперва примем звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и мы вас слушаем. Добрый вечер, зовут меня Александр. Мне хотелось бы узнать вашу позицию по поводу застройки Одинбурга. Это начало нескольких речушек, рек и в дальнейшем уничтожение живой природы. Как вы к этому относитесь на фоне своих отчетов по мероприятиям, которые вы проводите? Спасибо, Александр, большое за звонок. Так, действительно, пожалуй, застройка, ну любая точечная и вообще крупная застройка, она в любом случае так или иначе влияет на экологию, по крайней мере, вот локальную, да? А, Сергей Викторович, вот по Оренбургу, вы знакомы вообще с ситуацией? Ну да, конечно же, знакомы немного, но правильно вы отметили то, что любая застройка влияет, особенно на стадии строительства, когда идут строительные работы. Непосредственная близость реки к постройке. Но на сегодняшний день, насколько нам известно, что нормы отдаленности от реки соблюдены. К тому же, скажем так, разрешение на строительство, решение данного комплекса принимается, сами понимаете, не нашей комиссии далеко, да? Принимается в другом месте. Соответственно, прежде чем построить, проходит определенная экспертиза. И экологическая экспертиза, и техническая экспертиза. Что, в соответствии, должно показывать, что никакого ущерба, по идее, принести не должно. Но, тем не менее, в принципе, вот какова ваша готовность, вашей комиссии, да, в случае каких-то поступлений каких-либо жалоб от местных жителей, действительно, выехать на место с рейдом и при необходимости даже вступить, да, в разговор с компанией-застройщиком, да, с органами, которые выдают разрешение строительства и так далее? Самая прямая, потому что, если будет для того, чтобы нам выехать на место, нашего одного желания мало, должен быть прецедент, то есть, если будет таковая жалоба, ну, или, как скажем, обращение, да, то, конечно же, нам легче будет с этим работать, потому что это не просто выдуманная из нашей головы какая-то тема либо проблема, да, а именно момент, который волнует граждан. А были ли у вас уже прецеденты, да, когда действительно конкретная уже стройка вызывала нарекания местных жителей по вопросам экологии? Ну, скорее, не только по вопросам экологии, но и экологии в том числе, конечно же, было. Совершенно не так давно, это буквально два месяца назад, это строительство новой развязки дороги между МКАДом и Можайским шоссе в Ново-Ивановском. Был прецедент, где были ущемлены права граждан, которые находятся в зоне, рядом с зоной дорожного отвода. Вопрос решался, решался очень положительно. Также при выезде на место и обследовании, мониторинга окружающей территории было выявлено еще ряд нарушений, которые впоследствии были устранены. Не без помощи, конечно же, администрации Ново-Ивановского, потому что администрация очень положительно отнеслась к этому вопросу, очень ответственно отнеслась, и на сегодняшний день те вопросы, которые там сейчас решаются, решаются не без помощи администрации. Ну, давайте мы вернемся к нашей сегодня основной теме, к экологическим акциям. Мы начали беседовать по поводу эко-марафона. Вы сказали, что он проходит либо в несколько этапов, либо он, так сказать, развивается уже второй раз, проходя за этот год. А в чем все-таки цель непосредственно этой акции? Я так понимаю, там макулатуру принимают, там принимают использованные уже батарейки и так далее. А в целом, какова цель данная во мероприятии? Ну, основная цель – это популяризация отношения к сбережению энергоресурсов, к отношению к отходам, к которым мы привыкли многими уже десятилетиями просто-напросто выкидывать в бытовой мусор, чего совершенно делать нельзя. Вот основная, конечно же, цель – показать, как это можно сделать, куда это можно сдать, приучить, постараться, чтобы люди привыкли к тому, что все-таки нужно сберегать нашу природу, соответственно, не раскидывать налево и направо. А скажите, в принципе, какие результаты данной акции? Сколько все-таки сдали вам макулатуры? Как, получается, сколько вы спасли, в общем-то, леса данной мероприятии? Ну, про Николай немножко расскажет. Прошу, давайте. Первый раз акция стартовала в апреле этого года. Это, как сказал Сергей Викторович, мы, так сказать, принимали пока только одну фракцию макулатуры. И в течение акции было собрано по всему Подмосковью порядка 408 тонн макулатуры. То есть это было спасено порядка 4 тысяч деревьев. По результатам акции мы вывозили группу детей, школьников на награждение в Кремль. То есть, в принципе, вот такой первый позитивный опыт был у детей. Это как раз ребята, которые либо в организации принимали участие, или сдавали сами макулатуры? Эта школа принимала участие, и вот мы их пригласили торжественно на вручение дипломов в Кремль. А второй этап начался 14 сентября. По-прежнему марафон захватывал все Подмосковье, и также распространился на весь Центральный и Федеральный округ. И был расширен список принимаемых фракций, то есть к макулатуре прибавились опасные отходы, которые тоже Сергей Викторович назвал. Это батарейки, люминистентные лампы, термометры. Акция была интересна тем, что для приема опасных отходов проект «Экобокс» социально-экологический бесплатно устанавливал пилотные бачки, то есть такие пробные варианты, контейнеры. Один из которых был установлен в Одинцово на Центральной площади, напротив здания администрации, и второй был установлен в Голицыно. В течение месяца жители имели возможность переносить совершенно бесплатно, складывать в этот бачок указанные отходы. Через месяц была произведена как бы утилизация, выемка. То есть я присутствовала лично и на установке контейнера, и при выемке. И хочу сказать, что результат был очень приятный. То есть контейнер был наполнен битком, и именно по существу всеми нужными... Ну, знаете, вот не могу не поинтересоваться, я потому что сам помню по своим еще школьным годам, когда мы сдавали эти безумные количество просто кип, да, макулатуры, что место действительно это все занимало порядочно. То есть получается, раз данные контейнеры раз в месяц опустошались только, да, они должны быть достаточно большими были, правильно? То есть заметными такими для прохожего. Нет, контейнеры... На фотографиях оператор покажет. Контейнеры, в общем-то, были, наверное, половину человеческого роста. То есть производитель, он продумал технологию, конструкцию. То есть когда конструкция запатентована, она безопасна, потому что мы звучали вопросы, я также от администрации, мы готовы дать согласие на установку контейнера, но не будет ли это опасностью, чтобы сноситься лампы, если там что-то разобьется. То есть установщик дал нам рекомендации и гарантии того, что это реально безопасный контейнер. Это контейнер именно для приема опасных отходов. То есть макулатура принималась отдельно, не в контейнер. У нас еще один звоночек, давайте принимем его, потом продолжим нашу беседу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Будьте добры. Вот такой вопросик или даже пожелание попросить ваших гостей обратить внимание на территорию между платформой Отрадное до Можайского шоссе. Если вы там были очень давно или, может быть, вообще не были, пожалуйста, обратите внимание. Там экология очень-очень, в общем-то... Я, прошу прощения, не расслышал, а как вам обращаться можно? Надежда. Надежда, да? Нет, Наталья. Наталья. Наталья, скажите, а поподробнее можно все-таки, что там... Знаете, я помню времена, когда платформа Отрадная считалась очень красивым местом. Не было вот этой новой платформы, и кассовая кабиночка стояла ниже. И там всегда был живописный район, живописное место. Там цветы были, там деревья всегда были, очень убраны. Но сейчас цивилизация, это все понятно. Но вот после того, как строительство завершилось, вот этой новой платформы, там до Можайского шоссе в очень заброшенном состоянии. Там болото. Рядом с Можайским шоссе, вот ближе к платформе, там сейчас шиномонтаж или что-то такое. И вот когда проходишь от платформы до Можайского шоссе к светофору, вы знаете, там отхожее место. Там с двух сторон болото. Ну, сейчас, может быть, подмерзло. А до этого, в общем-то, очень-очень некрасивое место. Но я так понимаю, это последствия непосредственно строительства, да? Может быть, какой-то вы имеете до котлована? Ну, там, может быть, конечно, там строительные вагончики и так и стоят. Может быть, оттуда все это идет. Но просто если пойдут, в общем, сотрудники ваши посмотрят, тогда уже будете иметь представление. Но это очень некрасивое место. Хорошо, Наталья, большое спасибо за звонок. Ну, действительно, довольно точно, я думаю, на место обрисовали. Нет, понятно, абсолютно. Ступали раньше жалобы на подобные? Нет, поэтому не было. Я знаю, то есть, раньше когда-то я ездил до этой платформы, поэтому знаю, о каком месте говорят. На этом месте раньше, если не ошибаюсь, находились так называемые огородные участки. Возможно, что сейчас их уже нет, и поэтому место настолько заброшенное, что я понимаю, о чем говорят. Это тропинка, дорожка, которая идет от станции, от платформы к Можаевскому шоссе, к Сайтафору, как вот Наталья сказала. Хорошо, мы сейчас возьмем на заметку, обязательно сделаем выезд, и по вашему вопросу проведем работу. Ну что же, я предлагаю сейчас посмотреть за ваши непосредственные уже проделанные работы, за вторым этапом данного экологического марафона, который не так давно, в октябре, прошел в нашем городе. Акция под девизом «Сдай макулатуру, спаси дерево» проводится в Одинцово уже во второй раз. Организатором выступает комиссия по экологии, природопользованию и землепользованию общественной палаты Одинцовского муниципального района. Цельми этого мероприятия являются сохранение окружающей среды и воспитание в людях бережного отношения к природе. Мы год уже занимаемся раздельным сбором, как общественное движение. И вот сейчас также возникли эти акции экологические раз в полугодие. И чувствуется большой резонанс, большая активность интереса жителей к этому вопросу. То есть люди готовы участвовать, задавать, потому что они понимают именно ответственность за экологию и за будущее своих детей. Вторым этапом эко-марафона стал сбор опасных отходов, энергосберегающих ламп, щелочных батареек, аккумуляторов, мобильных телефонов и термометров. Специально для такого мусора на центральной площади были установлены эко-боксы. Каждая люминсцентная лампа содержит ртуть, содержащую часть. Это примерно в одной лампе 5 миллиграмм ртути. Соответственно, просто выкидывать их на помойки в контейнеры и так далее, это загрязнять окружающую среду и прежде всего вредить своему здоровью. Также батарейки, содержащие щелочь и много других опасных веществ, которые также необходимо утилизировать правильно. Эко-бокс, контейнер для сбора опасных отходов, позволяет правильно утилизировать, не загрязняя окружающую среду. В декабре наиболее активные жители будут приглашены в Дом правительства Московской области и отмечены специальными подарками. Ведь в ходе весеннего этапа эко-марафона Одинцовский район собрал более 17 тонн макулатуры, а среди городов Подмосковья Кубинка, жители которой сдали 7 тонн, заняла третье место. Оказалось, что население неравнодушно к экологии своего района. Желающих внести свой вклад в спасение леса оказалось много, в том числе молодежный парламент, Одинцовские общеобразовательные школы. Среди участников акции есть и постоянные, и те, кто пришел впервые. Например, воспитники 79-го детского сада. Чтоб деревья не погибали, а врастали, чтоб мир продолжался. Чтобы узнать, как спасать деревья. И чтобы они были все рады. Мероприятия по сбору бытовых отходов, эко-акции не заканчиваются. Общественники предлагают проводить их ежемесячно. Все новое – это хорошо забытое старое, считает секретарь общественной палаты района Светлана Налепова. Ну что же, вот так, по крайней мере, в нашем городе прошел этап данного марафона. Уважаемые телезрители, я напоминаю, наш телефон 508-86-84, экология. Это главная тема нашего сегодняшнего эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. 508-86-84. Ну что же, давайте вернемся к данной теме. Увидели мы, как все эти контейнеры выглядят. Все-таки, где они были установлены? Может ли человек где-то сейчас их найти? Или это была временная акция? Это был пилотный пробный проект, который венчался, в принципе, успехом и получил широкую огласку за счет рекламы в СМИ, размещения информации. И жителям он понравился. И, соответственно, компания, социальная компания, которая устанавливает эти баки, она до сих пор сохраняет свое предложение к управляющим компаниям, к администрациям любого города. Они готовы устанавливать контейнеры. Контейнеры устанавливаются бесплатно. И обслуживание стоит каких-то небольших денег в месяц. То есть эти деньги могут, например, 800-квартирный дом. Если оставить, допустим, контейнер около такого дома, то буквально там каждая квартира будет платить порядка 6 рублей за обслуживание этого контейнера. 6 рублей в год. В месяц? Нет, в год. В год? Да. Ну, если, грубо говоря, мы берем там 2-3 дома больших, там 14 или 16-этажных, около них устанавливается один эко-бокс, то разделить на количество жителей там получается, по-моему, порядка там 60 или сколько-то копеек в месяц. И в итоге в год там 6 или 7 рублей. То есть это достаточно небольшая сумма. Но, тем не менее, я так понимаю, в любом случае организация, которая занимается обслуживанием данных контейнеров, она же не бесплатно это делает. Не придется ли, соответственно, еще и дополнительно им доплачивать за обслуживание? Нет, она занимается этим не бесплатно. Зарабатывает на том, что сдает данные отходы в перерабатывающие организации, которые в них, соответственно, принимают за определенную плату. За исключением того, что вот обслуживание данного контейнера, то есть вывозка этих отходов стоит определенных средств. Поэтому и предлагается управляющим компаниям заключить договор на содержание данных контейнеров в годовой договор, который стоит, конечно же, определенных денег. И, Наталья, вы озвучили, что достаточно успешно прошла, по крайней мере, на данном этапе данная инициатива. Ну, давайте немножечко о результатах. Все-таки, кто принимал участие в данных мероприятиях? Была ли ситуация такова, что люди заранее к вам приходили? Или зачастую это были просто прохожие, которые увидели акцию, заинтересовали, загорелись, побежали домой за этими старыми книгами, газетами и уже потом пришли их сдавать? Вы знаете, Святослав, были и такие случаи, что действительно люди видели наш баннер. Это было 7 октября, хотя акция длилась месяц. И мы буквально с первого дня, с 14 сентября, с первого дня работы акции, начали активно проводить мониторинг и модерировать. То есть я написала письмо в управление образования Одинцовского района с просьбой донести информацию до каждого образовательного учреждения в районе о проводимой акции. Я считаю, что по сравнению с весенней акцией откликнулось намного большее количество школ. А сколько так интереса ради всего школ откликнулось? Ну, вы знаете, вот забегая немножко вперед, я принесла полученные награды, потому что мы стали призерами. Мы вошли в десятку лучших по Московской области, город Одинцово. И, соответственно, вот я ей делала награждение в Дом правительства Московской области 12 июня, где получила вот огромное количество призов. В частности, были дипломы, вот такая пачка, 21 диплом. То есть здесь в основном детские сады, школы, причем даже районные, которые в общую копилку, так скажем, города Одинцово, либо Голицыно, либо Кубинки сдавали. Но объем Одинцовский победил своим количеством. Библиотеки, вот такие вот муниципальные социальные предприятия. Также хотелось бы отметить, что данная акция проходила при поддержке администрации района, за что, конечно же, им большая благодарность. И также вот для них от председателя общественной палаты Московской области вот такое благодарственное письмо, которое мы, конечно же, им передадим в торжественной обстановке. Вот, то есть к этой акции были подключены практически все, практически весь район, что, конечно же, очень радует. А заранее как-то люди оповещались о данной акции и вообще вот заведено ли у вас как-либо о своих акциях, мероприятиях заранее людей информировать? Да, совершенно верно. Вышла информация, прежде всего, на сайте общественной палаты. Потом об этом писали газеты «Одинцовская неделя» и «Новые рубежи». Также была информация, если я не ошибаюсь, у вас на канале, на вашем канале. Вот, соответственно, люди были заблаговременно оповещены. Причем, знаю, что газеты читают в основном люди пенсионного возраста. И есть у нас вот два «Завсегдаты», которые участвовали в первой акции. Я была очень счастлива видеть их на второй акции. То есть они уже все четко. Вот были люди, которые проходили мимо. Они также говорили, подождите, до какого часа стоите, сейчас мы сбегаем домой, принесем хотя бы авоську с макулатуры. Было очень много молодежи, очень много детей. Как сказали в репортаже, участвовал молодежный парламент. Очень активно поучаствовала 7 октября общественная палата. То есть каждая комиссия принесла большой объем. В частности, комиссия по культуре порядка 300 килограмм добавила в общую копилку. То есть, в принципе, резонанс был широкий. По ходу дела, то есть еще и спортом позанимались, потягали тяжести, собственно говоря. Да, то есть резонанс хороший. Лишний раз на глазах, под окнами администрации мы, так сказать, убедили администрацию, административный ресурс в том, что это дело нужное, полезное. Что люди готовы бесплатно, потому что нет, были, конечно, кто интересовался, а готовы ли какие-то денежки платить. Возможно, в будущем мы будем ходатайствовать о том, чтобы все-таки открыли хотя бы один пункт приема макулатуры, хотя бы в Одинцово. Потому что даже за небольшую копеечку, которая будет хорошим вспоможением пенсионерам, люди готовы сдавать вот этот вторичный ресурс макулатуры, который потом имеет вторую жизнь и спасает большое количество деревьев. Действительно, пункт приема макулатуры – это инициатива, которая, в общем-то, во многих регионах и городах нашей страны реализована успешно. А на данный момент вы как-то прорабатываете это именно как проект или пока это просто такая некая идея на будущее? Ну, знаете, идея, которую мы надеемся в ближайшее время должна получить развитие, потому что у нас также есть проект о том, чтобы школы также не один раз в году или два раза в году участвовали в сдаче макулатуры, чтобы сделать этот процесс регулярным. То есть у нас уже есть какие-то каналы, есть заготовители, кто готов забирать это сырье накопленное и в ответ, может быть, как-то перечислять какие-то денежные средства, которые также не станут лишними для учебных заведений. То есть этот проект, мы, в принципе, над ним работаем. Забегая вперед, немножко так вот вас интригуем, рассказываем о нем. Ну и давайте крайнюю на сегодня же тему мы поднимем. Какие, в принципе, еще какие-то акции, инициативы вы планируете до конца года провести, если есть такие, конечно? Ну, до конца года сложно уже, конечно. Уже будем дорабатывать, да, то, что есть. Уже, конечно. Ну, основное, потому что у нас есть ряд обращений, которые занимают достаточно много времени, потому что приходится включать какие-то административные рычаги. То есть это, соответственно, это письма, которые отправляются. Нужно дождаться ответа в определенные сроки, поэтому работы, в общем-то, много. А скажите, каким телефоном могут обратиться именно вот в вашу комиссию, не в общественную палату, а в вашу комиссию? Да. Если у кого-то есть какой-то вопрос, связанный с экологией, то предлагаем всем, конечно же, обращаться непосредственно в нашу комиссию. Телефон нашей комиссии 8-964-641-59-00. 8-964-641-59-00. Пожалуйста, звоните, обращайтесь, оставляйте свою информацию. Мы очень рады будем гражданам, которые непосредственно каким-то своим примером показывают, что они сделали, либо показывают на какие-то сложные, больные моменты. Поэтому всех готовы слышать и помочь. Ну, я думаю, подобные акции, они, в общем-то, показывают, что люди действительно к данному вопросу не безразличны. Это означает, что с вашей комиссией мы тоже в дальнейшем, конечно, будем пристально следить за вашей работой и с вами работать. Спасибо, что вы к нам сегодня приедете. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы поговорили об экологии, об экологических акциях в Одинцовском районе. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Звоните в течение недели, оставляйте свои заявления. Кроме того, вы можете обратиться на официальном сайте общественной палаты напрямую к данной организации, либо воспользовавшись формой обратной связи, либо написав электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. До встречи. Увидимся через неделю.